610 Huawei. Сегодня у меня, друзья, цена замены 22 евро на сегодняшний день тачскрина. Вот он у меня в руках, G610, новый тачскрин. Удар вверху, видите, да, расхераченный тач, тем не менее, работает. В общем, вот так вот выглядит новый тач, обычный. Ничего особенного. Запечатанный. Запечатанный. Не проклеенный. Будем проклеивать. Итак, давайте приступим к замене. Я думаю, порядка 15 минут на все уйдет. Разбираем смартфон. Много Huawei несут в последнее время. Достаточно много потребителей по Испании на Huawei. Цена-качество. Дешевая цена. Ну и терпимое качество, скажем так. Особенно последние модели. Недавно выкладывал видео. Довольно неплохие. Итак, винты одинаковые. Сняли. Заднюю рамку снимаем. Сразу разъем. Давайте проверим перед постановкой. Как обычно. Пристегиваем тач. Вставляем батарею. Включаем. Завели телефон. Итак, ждем загрузки. Вывалилась батарея. Придется придерживать. Еще раз включаю. Внутри яйца прошла. Пробую верхние кнопки. То есть нижние. Я думаю, можно менять. Можно менять. Включаем телефон. Отсоединяем. Новое стекло. Разъем у нас идет сверху. Системную плату придется снять. Дисплей. Нижний модуль. Отстегиваем системную плату. Вот я вижу одну защелку внизу. Винтов вроде нету. Вот еще одна. Так. Что там держит? Держит разъем боковых кнопок. А, нет. Вот он такой разъем. Видите, да? Итак. Не будем тратить время на сепаратор. Снимем термофер. Триста пятьдесят градусов я выставлю. А, нет. Поддеваем снизу, дисплея не касайтесь, не надо оставлять лишние следы на дисплее. Вытирать дисплей не такое уж и простое дело на самом деле. Прогреем вверх еще раз. Снимаем тач, здесь я вижу внизу рассеиватель, давайте его тоже снимем, вернем на рамку, либо на стекло уже наклеить. Так, давайте с ним подождем, пока очистим рамку. Да, это было грязное. Да, это было грязное. Было бы неплохо снять дисплей, конечно, то разъем и нормально очистить. Если мы, конечно, не приклеим. Если приклеим, то лучше его оставить. Все-таки он приклеен, но... Сейчас можно смело быстро очистить рамку. от двустороннего скотча. до двустороннего скотча. Аккуратно с датчиком. Деляем верх. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все должно быть без пылинок, без мусора, без стекла... Итак, друзья, сейчас ставлю на паузу, проклеиваю и продолжаем... После этого продолжаем снимать... Продолжение следует... Продолжение следует... Проклеили дисплей... Рамку точнее... Вставляем дисплей обратно... Продолжение следует... Удаляем пыль... Неплохо было бы со старого стекла... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стекло... Тачскрин посадить так... Единственное... Не помешает... Дополнительная проклейка... Тачскрина... С этой стороны... Давайте по-быстрому проклеим... Пластик я снял... Пальцами... Не трогайте поверхность тачскрина... Продолжение следует... Проклеиваем периметр... Продолжение следует... 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 И последний штрих вверху делаем. И последний штрих вверху делаем. И последний штрих вверх. Удаляем пыль. Не забудьте поставить металлическую решетку динамика верхнего. Вставляем разъем тачскрина. Проверьте еще раз, чтобы не было пыли. На самом деле пыль это довольно серьезная проблема. Казалось бы мелочь. Тем не менее сборку-разборку дисплейных модулей нужно производить без попадания пыли. Нужно использовать специальные приборы для уменьшения пыли в помещении. У нас они есть, но как-то не очень чувствуется их работа. Итак, все вставили. Разъемы застегнули. Касания, как видите, нету. В принципе, все в порядке. Зазоров не вижу. Поднятие, опускание, все лежит ровно, красиво. Ставим заднюю рамку, пристегиваем. 15 минут уложиться не получилось, 20-30 минут для качественной замены тачскрина. Я думаю, необходимо. Ставим литарею. Включаем смартфон. Одинаковые винты. Ну, единственное, вот этот винтик у нас немного короче остальных. Вот этот вот. Так, друзья, на этом все. Всем удачи в ремонте. Спасибо за внимание. Это был Huawei G610. Замена тачскрина. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. До новых встреч.